Здравствуйте, уважаемые коллеги, учащиеся, родители. Минский государственный институт развития и образования приветствует участников профориентационной онлайн-встречи «Химия в мире профессий. Химики-исследователи», в ходе которых учащиеся познакомятся с химическими профессиями, путями их получения, смогут скорректировать индивидуальную траекторию по освоению необходимых компетенций. Сегодняшняя наша встреча называется «Химики-исследователи». Модератор встречи я, Бельницкая Елена Александровна, доцент кафедры психологии и предметных методик МГИРО, руководитель естественно-научного клуба «Профиль.Про» 86-й средней школы города Минска. Хочу отметить, что у нас сегодня 100 подключений. Итак, конечно же, кто-то еще у нас отвечает на вопросы. Пожалуйста, посмотрите, вот у нас и педагоги, и учащиеся 10-11 классов, есть и учащиеся 7-9 классов. Но также я знаю, что есть подключения, где есть и родители с учащимися, и различные регионы. Посмотрите, у нас и Брестская, и Витебская, и Гомельская область представлены хорошо. И Гродно, Минская область, Могилевская область и город Минск, треть участников из города Минска. В основном это жители городской местности, но также есть и сельская местность, и средняя школа, гимназии и базовая школа в основном. И какие ожидания от онлайн-встречи, о чем бы больше хотелось всего узнать нашим участникам? В первую очередь хотели бы узнать все, что касается личности химика и исследователя, его жизни, карьеры, о современных и будущих химических профессиях, о путях получения профессий, связанных с исследованием в области химии, и о том, как повысить уровень знаний по химии. Но я думаю, что как раз-таки наши сегодняшние спикеры смогут полностью ответить на все вопросы. Возможность задавать вопросы у нас будет после выступления спикеров. Все, все приготовились, пожалуйста, улыбаемся. Отлично. Спасибо, продолжаем. Итак, судя по количеству подключившихся и результатам входного анкетирования, эта онлайн-встреча очень актуальна. И к нашим спикерам действительно будет немало вопросов. И сегодня мы имеем уникальную возможность познакомиться с представителем профессии химико-исследователя. У нас в гостях главный ученый-секретарь Национальной Академии наук в Беларуси, председатель Совета молодых ученых нам в Беларуси, доктор химических наук, член-корринспондент нам в Беларуси Андрей Иванович Иванец. Уважаемый Андрей Иванович, здравствуйте. Вам слово. Добрый день, глубоко уважаемые и организаторы, и участники нашей встречи. Во-первых, мне очень приятно принять участие в этом мероприятии. Несмотря на эпидемиологические ограничения, у нас есть хорошая возможность пообщаться и провести это мероприятие онлайн, может быть, даже и в более массовом виде, чем если бы мы могли бы организовывать его в режиме офлайн-встречи. Хотя, конечно, общение, как говорят, глаза в глаза, ничем не заменишь. Я постараюсь в тот регламент, который мне выделен, рассказать немножечко, что сегодня представляет Национальная Академия Наук Беларуси для химиков, какие есть возможности, какие у нас есть организации в структуре Академии Наук, химического профиля и какие направления исследований ведутся для того, чтобы пригласить всех в Национальную Академию Наук Беларуси, кто хочет связать свою жизнь, профессиональную деятельность, профессии химико-исследователя. Хотел бы отметить то, что в структуре Академии Наук сегодня работает целый ряд наших институтов. Фактически это четыре химико-исследователя, институт биорганической химии, физико-органической, общей неорганической и институт химии новых материалов. Но исследования, которыми занимаются наши химики, они практически в своем большинстве междисциплинарны. И в этой связи, конечно, мы реализуем стратегию кластерной работы. И у нас работают такие кластеры, как ведущий центр по изучению химии основ жизни, фармакологический кластер, республиканский научный центр чистая вода и научный центр перспектив переработки калийного сырья. Я постараюсь достаточно быстро остановиться на основных направлениях работы наших кластеров. Фармакологический кластер. Здесь у нас не только наши институты, это институт физико-органической химии, институт биорганической химии, но это и два производственных предприятия. Это химфарм синтез, который специализируется на разработке и выпуске противоопухолевых препаратов, преимущественно инъекционной формы. Это наше предприятие Академфарм, которое занимается выпуском твердых лекарственных форм. И это наше опытное производство института биорганической химии. Они специализируются на выпуске диагностикумов, в том числе и для определения коронавирусной инфекции, антител и других направлений. Ну вот несколько примеров тех препаратов, которые выпускают наши организации. Вот Нилотениб, это препарат, который назначен для лечения хронической гелоидной лекемии. Лутриксан для лечения печеночно-клеточного метастатического рака и рака щитовидной железы. Эти препараты реализуются не только у нас, в республике, на зарубеж. И в этой связи, конечно, работа связки химиков, органиков, биохимиков, она позволяет нам реализовать полный цикл от разработки непосредственно оригинальной фармацевтической штанции до выпуска лекарственных препаратов на их основе. Целую линейку твердых лекарственных форм выпускает Академфарм. Вот один из таких препаратов, наиболее сейчас востребованных, это Рибоксан, который фактически назначается при лечении легочной пневмонии, как одно из последствий или побочных эффектов коронавирусной инфекции. Фактически это единственный отечественный препарат на нашем рынке, который полностью вытеснил зарубежные аналоги. Но самое главное, позволил в 2-3 раза снизить стоимость зарубежного аналога и тем самым повысить доступность данного препарата для тех больных, которые сегодня требуются в данном лечении. Выпускаем целый ряд экспресс-тестов, которые позволяют определять антитела типа М, Джи и многие-многие другие. Ну и одна из таких интересных разработок, которая уже освоена в производстве нашим, в производстве биорганической химии, это экспресс-тест, который позволяет одновременно определять наличие вируса гриппа, коронавирусной инфекции и антитела. И в этой связи, когда у кого-то температура, либо какие-то признаки, которые при первичном анализе не могут быть идентифицированы, что это все-таки грипп или коронавирусная инфекция, вот такой экспресс-тест позволяет как раз-таки дифференцировать, что это такое. И вот интересный факт, что порядка 30% больных коронавирусом параллельно болеют еще и гриппом. И в этой связи, конечно, это надо учитывать при назначении соответствующего лечения. Целый ряд интересных работ выполняется в ведущем Центре по изучению химических основ жизни. Это выпуск гемосорбентов, иммунохимических реагентов, рекомендантных ферментов и многое-многое другое. Вот одна из интересных направлений – это направление генной инженерии. Наши, в том числе и молодые ученые, с Института биоорганической химии разработали технологию синтеза искусственных генов, которые используются в том числе для редактирования генома. И в настоящее время они не просто разработаны, а они уже поставляются в том числе зарубежным компаниям. То есть под заказ конкретный ген синтезируется и соответствующим образом потом поставляется для того, чтобы выполнять не только научные исследования, но использовать их в геномных технологиях для решения целого ряда широкого круга задач, в том числе и редактирование генома растений, животных, исследования в том числе и связанные с лечением врожденных заболеваний, наследственных заболеваний. Все это сегодня уже не перспектива, а сегодняшняя реальная жизнь. В Институте физика органической химии развивается активное направление функциональных полимерных материалов. Это мембранные материалы, это ионообменные материалы, которые используются в пищевой, фармацевтической промышленности, в том числе ультрафильтрационные мембраны, разработки нашего института физико-органической химии. В настоящее время используется и для получения нашей отечественной вакцины, для разделения соответствующих продуктов ферментативного синтеза. Используется, конечно, это в том числе и за рубежом, для решения задач водоочистки в абсолютно различных областях. Также в рамках кластера Республиканский центр «Чистая вода» в Институте общей неорганической химии ведется разработка сорбентов широкого круга действия, в том числе для очистки шибких радиоактивных отходов и для потребностей нашей белорусской атомной электростанции, для обеспечения безопасной ее эксплуатации, разработка керамических мембранных материалов. Создана белорусско-китайская лаборатория по технологиям очистки сточных вод, которая достаточно успешно работает, в первую очередь по заказам наших китайских коллег для разработки тех материалов, тех технологий, которые сегодня уже внедряются в Китайской Народной Республике. Соответственно, все это используется не только у нас, но и по заказу наших коллег. Значит, в нашем научном центре по добыче и переработке калийного сырья очень активно ведутся работы, в том числе с нашими российскими партнерами, потому что наш институт общения органической химии еще в 60-е годы фактически занимался технико-экономическим обоснованием нашего Солигорского комбината. То есть тогда было принималось решение о необходимости его строительства. Сейчас наши ученые и химики активно работают с целым рядом российских компаний, Еврохим, Уралкалий и многими-многими другими по разработке технологий переработки полиминеральных руд для создания минеральных удобрений комплексного действия. Также очень активно работает у нас в Институте химии новых материалов Центр по лесохимии. Это целый ряд продуктов тонкого органического синтеза на основе природных соединений лесохимической отрасли, в том числе разработаны нанокатализаторы для получения органических соединений, парфюмерных композиций с потенциальными биологически активными свойствами и многое-многое другое. Создан Центр по нефтехимии, потому что наша страна является с очень серьезно развитым нефтехимическим кластером. Это, в первую очередь, два наших нефтеперерабатывающих предприятия в Мозыре и Новополоцке. В этой связи также научное обеспечение глубокой переработки нефти для достижения мировых величин. Более чем 90% глубина переработки нефти также является весьма и весьма востребованным. Ну и, конечно, вся работа у нас, которая ведется с молодыми учеными, она идет через наш Совет молодых ученых. Это более чем 2200 аспирантов, магистрантов, молодых ученых, которые приходят к нам на работу. Это кандидаты наук и молодые люди в возрасте до 35 лет без ученой степени и доктора наук в возрасте до 40 лет. Поэтому есть стимул продолжить свою молодость, причисление к молодым ученым путем защиты докторской диссертации в возрасте до 40 лет. Мы насчитываем достаточно большую историю. Наш Совет был создан 3 декабря 1965 года, еще когда работала Академия Бессер. Но те цели, задачи, которые стояли перед Советом молодых ученых, на самом деле, когда мы изучаем архивные документы, они практически не претерпели изменений. Это, в первую очередь, способствование научному, творческому росту наших молодых ученых, вовлечение их в реализацию крупных научных, научно-технических, инновационных проектов, международное сотрудничество, решение социальных, бытовых вопросов, способствование публикации хорошего, участия в конференциях, республиканских, международных. И в этой связи мы сейчас имеем достаточно хорошую динамику. Порядка 30% исследователей в Академии наук – это молодые ученые. Нас это очень их ратует, но есть и недостатки. Мы очень активно призываем нашу молодежь не только приходить в науку, но и готовить диссертационные исследования, потому что, конечно, защиты кандидатских диссертаций пока что недостаточно. Нам бы хотелось, чтобы количество остепененных молодых ученых было больше, чем в настоящее время. Но здесь, как говорится, это совместная работа как самого аспиранта, так и научного руководителя. Поэтому добро пожаловать в Академию наук. Спасибо. Спасибо огромное, Андрей Иванович. Очень интересная, очень ценная информация. И к вам, конечно же, есть вопросы у наших участников. Пожалуйста, слушаем вопросы от учащихся 86-й средней школы города Минска. Не забываем, ребята, пожалуйста, представиться. И вопросы. Андрей Иванович, может быть, вы экран сейчас демонстрацию выключаем. И мы тогда переходим к ответам на вопросы. Так, у кого есть вопросы? Пожалуйста, Дарья, да? Представляйтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Дворецкая Дарья. Уважаемый Андрей Иванович, а представляли вы в школьные годы, что станете химиком-исследователем? Ну, вопрос хороший. Мне в жизни повезло, потому что, в принципе, с химией свою жизнь я связал, можно сказать, с первого года обучения ее в школе. Поэтому вот с восьмого класса у нас в наше время, в восьмом классе, начиналось изучение химии. Я как бы вот понял, что химия, наверное, это будет моя жизнь. Поэтому я сразу же нацелился на поступление в лице Белорусского государственного университета в химический класс. Активно участвовал в олимпиадах, республиканских, международных олимпиадах. Вот, достаточно успешно оставился призером, победителем. Ну, и на химический факультет попал уже без вступительных экзаменов, как победитель республиканской международной олимпиады. Ну, и в последующем, конечно, обучаясь на химическом факультете, я уже понял, что, да, надо идти в науку. Поэтому свою жизнь потом связал уже с Академией наук. Спасибо большое. Спасибо. Меня зовут Семенович Валерия. Скажите, что помогло вам определиться с выбором профессии? Мне кажется, это как любовь. Вот если любишь что-то, то тогда не надо и с выбором определяться. То же самое у меня с химии было все понятно. Мне не надо было ни себя убеждать, ни чтобы меня, педагог меня в чем-то убеждал. Но вот я просто понял, что это то, что мое идет внутри. Поэтому никаких сложностей с выбором у меня профессии не было. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Мария. Здравствуйте. Меня зовут Получева Мария. Я бы хотела спросить, решение какой научной проблемой и задачей вы считаете наибольшинственным вкладом наук? Знаете, здесь можно по-разному судить на самом деле. Хотя сейчас, с учетом того, что мы уже ввели в эксплуатацию нашу белорусскую атомную электростанцию, мне кажется, что наиболее актуальное направление это то, что нам удалось под моим руководством в лаборатории адсорбентов и адсорбционных процессов общей неорганической химии разработать адсорбционные материалы, которые не только прошли лабораторные испытания, но и прошли испытания в Росатоме, на Атомфлоте, при очистке жидких радиоактивных отходов. Были использованы в том числе и при очистке определенных отходов, содержащих радионуклидов у нас, в Республике Беларусь. И мы эти работы продолжаем для того, чтобы не просто получить материал, который позволяет проводить очистку жира, но который является и самоиммобилизующейся матрицей. Чтобы этот материал, который отработан или использован, не надо было специализированно утилизировать. А после определенных физико-химических превращений он полностью надежно иммобилизовывал на лет 300 те радионуклиды, которые были поглощены. И мне кажется, наверное, учитывая сегодняшний реалий, это наиболее такая интересная и практически важная разработка. Спасибо огромное. Еще вопросы? Юра, Дима. Здравствуйте. Мы вот с Юрией и Дмитрием Строгли. Хотели бы вам задать несколько вопросов. Первое. Какие качества личности помогают ученому в работе, по вашему мнению? Ну, мне кажется, два основных. Это надо постоянно ставить под сомнение, что ты получил. Не верить своим глазам, не верить своим ушам. Всегда сомневаться в том результате экспериментальном, который ты получил. Но второе – это порядочность. Почему? Потому что ученый, он должен честно анализировать тот результат, который он получил, потому что далеко не всегда, а, наверное, практически всегда мы получаем отрицательный результат. И как бы нам не хотелось получить положительным, надо всегда смотреть честно на свои результаты и, как говорится, набираться сил для того, чтобы все-таки получить что-то положительное, что-то хорошее. Потому что в науке, ну, к сожалению или к счастью, мне кажется, к счастью, получается все далеко не так, как написано в книгах. Иначе зачем нужны были тем более химики? – И у меня, Дмитрий, еще к вам вопрос. Какие качества личности помогают ученому в работе, на ваш взгляд? – Мне кажется, все-таки целеустремленность и трудолюбие. Потому что ученый – это тот человек, который работает фактически 24 на 7. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. У него нет выходных, обедов, перерывов, потому что в голове постоянно крутится та задача, те результаты, те неудачи, которые ты получаешь ежедневно в экспериментальной работе. И, соответственно, вот без вот этого, как сказать, неиссякаемого энтузиазма и желания все-таки постичь что-то новое, ученому в профессии делать нечего. – Спасибо. А что вы могли бы посоветовать нам в развитии, чтобы мы стали такими же, как вы? – Слушать свое сердце и работать. Потому что только занимаясь любимым делом, можно получать хорошие результаты, достигать определенных успехов. По-другому не бывает. – Спасибо. – Спасибо огромное. Есть еще у нас вопросы. 19-я гимназия, зная хотели задать вопрос Андрею Ивановичу. – Андрей Иванович, здравствуйте. Меня зовут Илья Ивановича. И, как мне известно, одним из ваших научных интересов является создание фильтра для очистки природно-источных водоемов от фармацевтических препаратов. Наша гимназия организовывала в прошлом году сбор просроченных лекарственных средств. И благодаря нашей инициативе в 16 поликлиниках города Минска были установлены контейнеры, чтобы люди приходили и складывали лекарства, у которых истек срок водности. Я лично знаю, что антибиотики могут способствовать образованию супербактерий в окружающей среде. А какие другие вещества и лекарства и средства могут плохо влиять на окружающую среду? Спасибо. Очень хорошая инициатива, потому что, к сожалению, сегодня настолько динамичное развитие фармотрасли, а самое главное – потребление людьми целого ряда препаратов. Сегодня каждый из нас сам себе доктор. Назначает все, что хочет, все, что не хочет. Порядка 80-90% фармпрепаратов выходит с нашего организма без метаболических превращений. Все это попадает в канализацию. Очевидно, что очистные сооружения традиционно не предназначены для удаления фармацевтических активных соединений. Они не подрежат биоразложению. На сегодняшний день не только в поверхностных водоемах, но даже уже и в целом ряде подземных. Вот обнаруживается первое – нестероидные противовоспалительные препараты, гормональные препараты. Значит, антибиотики очевидно. Ну и целый ряд депрессантов, карбамазепин и прочие-прочие другие соединения. Мы занимаемся разработкой каталитических материалов, которые позволяют полностью минерализовать, то есть провести полную деструкцию вот этих трудно окисляемых органических соединений до углекислого газа, воды, ну азота элементарного, если они присутствуют в этой молекуле. Вот поэтому сейчас реализуем совместный белорусско-китайский проект, в том числе экспортный контракт с нашими китайскими коллегами, потому что это крайне востребованная тематика. И если посмотреть на карту мира в открытом доступе, где, в общем-то, приведены зоны, в каких странах наиболее высокое загрязнение фармпрепаратами поверхностных и подземных источников, то чем более развитая страна, тем больше эта проблема существует. В Соединенных Штатах Америки, в общем-то, есть такие открытые реки, водоемы, озера, в которых можно покупаться и, в общем-то, диклофенаком зарядиться без использования данной мази, будут ни кости болеть, ни противовоспалительные процессы. Но понятно, что это накапливается в нашем организме, влияет на все, и на демографию, и на наше здоровье, и на наш иммунитет, и на антибиотиках устойчивости, и прочее, прочее. Поэтому вот эта инициатива по сбору просроченных лекарственных препаратов, она очень важна. В настоящее время мы с Минским городским советом депутатов отрабатываем вопрос, чтобы данные контейнеры были установлены, в том числе, не только в поликлиниках, но и в аптеках. Потому что ты пришел покупать лекарство, ты должен туда же его принести, если ты его не использовал. А каждый из нас знает то, что вот аптечку откроешь, дома начнешь ее чистить, и как минимум половина препаратов, собственно говоря, они не использованы, они уже просрочены, с ними надо что-то делать. Если мы батарейки более-менее научились собирать, чтобы тяжелыми металлами не загрязнять окружающую среду, наверное, надо подумать немножечко и о фармпрепаратах, потому что это серьезная проблема. Спасибо огромное, Андрей Иванович. Конечно, очень много вопросов еще. Пожалуйста, гимназия. Я хотела продолжить вопрос. Вот могли бы ли вы дать совет, как нам проинформировать людей, то есть что сделать в нашей гимназии, чтобы люди поняли, что нельзя выкидывать лекарственные препараты в окружающую среду? Каким способом это можно сделать? Ну, мне кажется, здесь две модели. Диаметрально противоположная. Одна устрашающая, если привести определенные данные по тому, какое количество людей в настоящее время вообще не восприимчиво к антибиотикам, а это сейчас уже даже у детей как бы младенческого возраста. То есть примитивное заболевание, бронхит, ацит, назначают антибиотики, они просто не работают у детей, которые еще даже не разговаривают, не ползают, не ходят. Это, ну, страшная вещь на самом деле. А вторая, наоборот, просветительская. Поэтому здесь вот две, мне кажется, категории аудитории, на которых надо по-разному воздействовать. Одним, до которых не доходит, надо показывать, к чему это может привести. Это касается в том числе и их на самом деле, не только кого-то здесь рядом. А вторая, это уже просветительская для более такой интеллектуальной прослойки людей, которые, скажем так, в состоянии осознать, что не все так просто. Все, спасибо большое. Спасибо большое, Андрей Иванович. Есть еще вопросы в чате. Если у вас есть, минутка ответить на два вопроса еще. Да, пожалуйста. Да. Ну, я читаю так, как написано. Каковы перспективы безопасной переработки пластика? Спрашивает Ирина Калашинова. Это очень хорошее. Почему? Потому что здесь две составляющие. С одной стороны, нет ничего хорошего, чем что-то забытое старое. И то, что мы сейчас переходим к бумажной упаковке, стеклянной таре, это совсем недавно было в нашей жизни, и все было великолепно. Поэтому вот первое решение, чтобы не перерабатывать пластик, не надо его столько продуцировать, в первую очередь, для упаковочного материала. Это в том числе будет хорошо для нашего здоровья, когда мы пищевые продукты упаковываем в пластик и постоянно все это потребляем. Тоже это не очень хорошо. А с другой стороны, это разработка технологий переработки пластика. Одна из главных проблем таких технологий, то, что у нас абсолютно различные пластики собираются. Это полиэтилен, полипропилен, полиамиды, полицерифталаты. И они принципиально отличаются по своей химической природе и принципиально отличаются по технологиям переработки. А сортировать, допустим, полиэтилен, церифталат от полиэтилена, полипропилена невозможно практически. Но вот наши ученые академические с Института механики металлополимерных систем разработали, я не писаю слово, уникальную технологию, которая позволяет полностью несортированный пластик перерабатывать в очень экологически прочные пластические материалы, которые используются для зеленых парковок. Вот, может, вы видели такие решетки пластиковые, они механически прочные, которые на зеленый газон устанавливаются. И сейчас вот в городе Гомеле реализуется такой пилотный проект по переработке накопленных многими годами этих пластиковых отходов в эти биорешетки, которые будут в том числе и сохранять нам озелененные зоны и перерабатывать весь пластик. Поэтому я думаю, что только вот двумя путями идя, с одной стороны, сокращая потребление упаковочного пластика, с другой стороны, перерабатывая накопленный, мы можем решить эту задачу. Хотя есть и специфические задачи, допустим, проблемы микропластика. Практически все стиральные порошки, зубные пасты содержат так называемый микропластик. Это частицы пластика, которые имеют размер там микронного уровня. Попадая в окружающую среду, потом они попадают во все, в растениях, в животных, в рыбе. Сейчас, в общем-то, экологи бьют тревогу то, что вот эти вот микрочастицы микронного и меньше, чем микронного размера, они обнаруживаются во всем. То есть как бы в мясе рыб тех же самых, и их удалить невозможно. Но, к слову сказать, вот уже европейских производителей стиральных машин сейчас обязывают снабжать стиральные машины соответствующими ультрафильтрационными мембранами, на которых будет задерживаться микропластик, который высвобождается при растворении вот порошковых моющих материалов. Это тоже такая очень специфическая проблема, но она очень-очень насущная. Если посмотреть публикации в ведущих журналах по environmental science, базах данных Science Direct, American Chemical Society, то можно видеть, что просто всплеск вот ревью статей, обзорных статей по вот этой проблематике. Поэтому мы тоже, наши ученые, работают и разрабатывают, в том числе мембранные материалы для того, чтобы удалять микропластики с точных вот различного состава. Спасибо огромное. Уважаемый Андрей Иванович, еще вопрос. Я так понимаю, от учащейся Ковальчук Валерия спрашивает, что порекомендуете нам развивать? Я так думаю, что какие-то личностные качества, может быть, компетенции важные. Что вот все-таки, по вашему мнению, уже со школьной скамьи нужно учащихся, вот они сами хотят заняться этим, да? На что обратить им больше внимания? Ну, мне кажется, расширение кругозородости. Вот тот человек, молодой человек, который хочет стать исследователем, он никогда не должен отказываться от возможности получить новые знания абсолютно по различным направлениям. Неважно, если это химик, ты должен хорошо знать и биологию, и физику, и географию, все-все-все. То есть, потому что общая эрудиция, как показывает жизнь в науке, она позволяет совсем по-другому взглянуть на те узкоспециализированные результаты, которые ты получаешь в своей отрасли. И здесь уже никто не подскажет. Именно поэтому, мне кажется, надо как-то, ну, как губка, работать как пылесос, эти знания искать, каждый день читать, публикации научные читать. Ну, а второе, конечно, надо определиться, с каким направлением хочешь связать свою жизнь. Потому что, ну, быть универсальным специалистом в биорганической химии, допустим, как и овкалоидной химии, ну, честно говоря, невозможно. Ну, вот ты можешь быть, ну, специалистом, но не учебным абсолютно во всех областях. Поэтому, чем быстрее вы определитесь, вот с каким направлением, с какой специальностью вы хотите химически связать свою последующую профессию, жизнь, тем, наверное, будет вам легче, потому что вы сможете уже углубляться как раз-таки в свою специализацию. Андрей Иванович, спасибо вам огромное за то, что нашли время в своем плотном рабочем графике сегодня рассказать о своем творческом, профессиональном пути. Так, еще одно сообщение. Нет, уже, наверное, достаточно на этом сообщении. Огромное спасибо и совету молодых ученых за плодотворное сотрудничество, постоянное сотрудничество. И хотим отметить, что, действительно, вы всегда с нами, никогда не отказываетесь от взаимодействия. Поэтому огромное-огромное спасибо. Я думаю, что все участники... Допустим, будем, как говорится, сотрудничать, работать вместе. Спасибо огромное. Всего доброго. Мы продолжаем. Мы продолжаем. Мы очень ценим, Андрей Иванович. Да. Мы продолжаем. И хочу отметить, что при подготовке к сегодняшнему нашему мероприятию мы попросили выразить свое экспертное мнение о личности ученого-химика, наших химиков-исследователей Академии наук. 159 ответов, то есть участвовало в анкетировании. И из них химики-исследователи и учащиеся, и их родители. И, по их мнению, современный химик-исследователь, вы видите, как они считают, что он знает общие закономерности протекания химических процессов и возможности управления ими, что это человек, который умеет проводить исследования, который умеет планировать и проводить научные исследования в области химии, и интересуется новейшими достижениями химической науки производства. Это в целом ответы. Ну а сами же ученые, химики-исследователи отметили, что самое важное, чем занимаются химики-исследователи, это, конечно же, планирование и проведение научных исследований, это написание научных отчетов и статей по теме исследования, по результатам и составление рекомендаций по результатам проведенных исследований, рекомендаций по последующим научным исследованиям. На второй вопрос отвечали у нас о том, какие химические способности и качество личности химика важны для химика-исследователя. И вот здесь вы видите, как отвечала вся аудитория, аудитория, но сами же ученые отметили, что в первую очередь это умение работать с веществом, собственно, тут совпало, точное ощущение, восприятие внешних свойств веществ, их изменений, и большой объем внимания, а также аналитическое мышление, аккуратность и внимательность. Сегодня с нами, я хочу отметить, что сегодня с нами еще два спикера, и, конечно же, если даже вы уже определились с тем, что вы хотите стать, к примеру, химиком-исследователем, но в любом случае вам еще необходимо определиться, куда поступать, в какой вуз, на какую специальность, и чтобы ответить на эти вопросы, сегодня внимательно слушаем. Сегодня с нами зам. декана по профориентационной работе, старший преподаватель кафедры неорганической химии, химического факультета Белорусского государственного университета, Жанна Анатольевна Цапкало. Рады вас видеть, Жанна Анатольевна. Здравствуйте, рада приветствовать всех участников нашей встречи. Я начну с демонстрации экрана. Ну и чтобы достаточно компактно все у нас прошло. Так, надеюсь, что... Есть у нас на весь экран изображение? Весь экран видим. Да, все отлично. Да, тогда я кратенько расскажу о химическом факультете. Я уверена, что если вам будет интересно, и вы уже рассматриваете такую возможность обучаться на химическом факультете, вы придете к нам 26 марта на день открытых дверей, мы уже более подробно поговорим о факультете. Сегодня я чуть-чуть сделаю акцент на то, что позволяет на химическом факультете стать вам именно химиками-исследователями. Ну, в первую очередь, обращаю внимание, почему стоит выбрать химфакт, потому что, ну, поскольку мы такой ведущий вуз, мы всегда стараемся этим ногу со временем, используем все современные подходы к обучению. У вас появляются уникальные возможности, о которых я кратенько расскажу. У нас достаточно высокое качество преподавания и новейшее оборудование, которое используется не только в образовательном процессе, но и при проведении научных исследований, потому что химфакт – это не только образовательное учреждение, но и храм науки, не поварительского слова. Я не буду подробно рассказывать о методиках, которые мы используем. Я думаю, что и на дне открытых дверей можно поговорить. И самое главное, что у вас есть уникальная возможность пробовать этот процесс на себе уже сейчас. Ну, вот я буквально кратенько расскажу об таком уникальном варианте обучения. Дистанционное обучение сейчас много обсуждается, но уже с 2016 года на химическом факультете наши студенты могут проходить такую лабораторную работу, как работа с интернет-реактор лаборатории. Находясь в БГУ в Минске, они проходят лабораторную работу и управляют учебным реактором, который находится во Франции. То есть они какие-то параметры могут вводить, регулировать работу реактора на этапе загрузки топлива и на этапе запуска реактора. Так, уникальные возможности при обучении. Также в том, что помимо стипендий, которые вы получаете как обычный студент, вы можете стать стипендиатом от компании Wargaming на порядка 2000 долларов, получается, студенты, которые выигрывают этот конкурс, от компании БАС, Международный химический концерн. У нас преподают преподаватели иностранные профессора с других университетов, и наши студенты дополнительно могут принимать участие при обучении по программе Erasmus+, проходить полгода обучения за рубежом, ну и регулярно ездят на стажировки за рубеж те, кто обучается по специальности химия высоких энергий. Уникальная возможность стать химиком-исследователем заключается в том, что химический факультет входит в химический кластер БГУ, и мы даже находимся в одном здании с Институтом физико-химических проблем БГУ. Также в кластер входят УниТехпром БГУ и УниДрагмед БГУ. И у студентов есть возможность вести научные исследования уже с первого курса. Кто хочет непосредственно в лабораториях самого химического факультета, а кто хочет сразу вот в этих учреждениях, те, которые всегда с удовольствием и для образовательного научного исследования, то есть такого обучающего, приглашают к себе в лаборатории, но и для выполнения курсовых и дипломных работ тоже наши студенты могут выбирать площадки данных институтов. На химфаке, как я уже говорила, высокое качество преподавания, и вы видите, что преподавателями являются те, кто сами одновременно являются учеными. То есть это и кандидаты наук, и доктора наук, члены-корреспонденты Академии наук, и даже один академик у нас есть, который преподает. Ну и что касается специальностей, которые необходимо выбрать при поступлении. Первая специальность, которая предполагает четырехлетнее обучение, это специальность химия. Она делится по направлениям на научно-производственную деятельность, научно-педагогическую деятельность или на фармацевтическую деятельность. Еще раз обращаю внимание, что это четырехлетнее обучение, и есть еще три специальности, которые предполагают пятилетнее обучение. Это химия высоких энергий, фундаментальная химия и химия лекарственных соединений. Кратенько отмечу, что при поступлении на химию лекарственных соединений даются сертификаты по химии и биологии, помимо языка, который является обязательным экзаменом для всех при поступлении на любую специальность, на любой факультет. И вот я специально сегодня выделила такую специальность, как сундаментальная химия, где одна из квалификаций присваивается, химик-исследователь. Тут непосредственно весь учебный план, все программы ориентированы на то, что у такого выпускника акцент на возможность участия в научной работе сделан усиленный. Но обращаю внимание, что все специальности, какую бы вы ни выбрали, первая квалификация, они дают квалификацию химик. То есть мы готовим химиков универсалов. И если вы сомневаетесь, или вдруг не можете выбрать, какую специальность взять при поступлении и указать в заявлении, мы всегда вас успокаиваем тем, что поступать можно на любую специальность, и это всегда будет гарантией того, что вы можете заниматься наукой. Ну и, естественно, при должном обучении, при усердии, и выбирать обязательно фундаментальную химию вам не надо. В науку вы можете попасть и из других специальностей. После второго курса, кроме того, что вы выбрали специальность, вы выбираете еще специализацию, и специализацию вы проходите на кафедрах. Вот у нас 8 кафедр. Вы видите, что основные направления вам знакомы, неорганическая химия, органическая, физическая химия, аналитическая. Ну, есть такие специализации, которые в школе мало внимания уделяются, электрохимии, химия высокомникулярных соединений, традиционная химия, химико-фармацевтических технологий и общая химия, методика преподавания. После окончания первой ступени высшего образования, независимо от специальности, как я уже говорила, вы имеете право поступать в магистратуру. Естественно, на конкурсной основе кафедра рекомендует вас, и можно выбрать две специальности. Химию, где обучение идет один год, или двухлетняя магистратура, ядерная и радиационная безопасность. Аспирантура – это третья ступень высшего образования, где обучение проводится в течение трех лет. По окончанию химического факультета у вас есть широкие возможности трудоустройства. Ну вот я постаралась показать весь спектр, но акцент, естественно, мы сегодня делаем на научно-исследовательских учреждениях. Порядка 30% наших студентов идут работать в научно-исследовательские учреждения, занимаются наукой. Есть даже выпускники, которые работают в сопровождении и консультировании при продаже химического оборудования. И вот удивительным открытием для многих школьников, для абитуриентов является то, что химики очень востребованы в IT-острасли. И, как говорят руководители этих компаний, нам легче химика научить и быть программистом, чем программиста научить химии. А химический продукт сейчас очень востребован, и поэтому компании «ЕПАМ» и «Белхарт» и ICD Labs с удовольствием берут наших выпускников к себе на работу. Какие у вас уже сейчас есть возможности попасть на химический факультет, будучи студентом? У нас работает школа юного химика для 7-11 классов. У вас есть возможность прийти к нам осенью, с сентября начинаются занятия ежегодно. Есть направление ведения в химию, куда мы берем всех желающих, 7-8 классов в основном классы. Нам приходят даже учащиеся 5-6 классов. Для них есть отдельное направление «Удивительная химия». А для старших классов направление «Неорганическая химия» есть, «Органическая» и «Углубленный курс». Но туда надо пройти входящий контроль, есть тестирование. К нам приходит порядка 250 желающих каждую осень. После тестирования 150 человек, около такого количества у нас постоянно обучается в школе юного химика. Также для тех, кто поступает в текущем году на химический факультет, мы проводим такие очно-заочные занятия, курсы обитриент химического факультета. Занятия проходят на осенних, зимних и весенних каникулах. Также у вас есть такая интересная возможность, поскольку уже сейчас вы задумываетесь о том, кем вы будете работать. Это очень правильно, то есть при поступлении надо выбирать не университет и факультет, а то, где вы хотите работать. И поступление уже обусловлено тем, как вы видите свое будущее. И чтобы определиться, что за профессии есть, как выглядит рабочий день будущего химика, мы проводим такие однодневные стажировки в рамках проекта Shadow Day BSU на потенциальных местах трудоустройства. Школьники могут прийти в научную лабораторию, как нашего факультета, так и мы организовываем иногда выездные такие стажировки на другие предприятия. У нас есть договоренность, наши студенты, многие предприятия Республики Беларусь посещают для таких стажировок. И мы с собой берем школьник. Вот я потом вам дам ссылочки на разные группы в ВКонтакте, где вы можете пройти регистрацию, тоже поучаствовать с нами в таких вот однодневных стажировках. Провести один день в научной лаборатории, сначала понаблюдать за работой исследователей химика, а потом присоединиться и даже что-то попробовать сделать своими руками. Еще один проект, который реализовывают впервые наш факультет, это школа экскурсовода-профориентологов. В ней обучаются наши студенты. Они получают такой образовательный курс, в рамках которого учатся быть экскурсоводом и одновременно профориентологом. И когда вы приходите к нам на экскурсию, они не просто покажут лаборатории, но и проведут интересный такой интерактивный квест. Помогут вам пройти какое-то небольшое диагностирование, подходите ли вы в будущем на такую работу химиком, что для этого необходимо. Вы сможете задать им вопросы, которые вы не задаете в рамках Дня открытых дверей преподавателям. Студент как-то вам ближе, наверное, по духу, и все консультации проводятся именно студентами наших факультетов. Еще один проект университетский, студент на неделю в БГУ, тоже проводится на каникулах. И там серьезный отбор, надо пройти несколько этапов отбора, и вот уже победители такого конкурсного отбора могут провести неделю и быть студентом, посещать лекции, лабораторные занятия, семинары. Вот ближайший такой проект будет у нас на ближайших весенних каникулах. Ну и еще раз хочу пригласить вас 26 марта на День открытых дверей. Я вот еще раз указала свой рабочий телефон. Если у вас есть какие-то вопросы по этим проектам, по возможности участия в них, я отвечу на ваши вопросы. Ну, не упустите возможность попасть к нам, стать студентом лучшего вуза страны. И вот здесь еще есть телефончик Натальи Александровны Санкевич, которая секретарь приемной комиссии. Она может ответить на вопросы по поступлению уже сейчас. И заходите на сайт химического факультета. Все, о чем я сегодня рассказывала, там есть. И вы можете эту информацию еще раз там более детально изучить. Спасибо огромное, Жанна Анатольевна. Спасибо за очень интересную, актуальную, полезную информацию для наших сегодняшних участников. Я думаю, что будут вопросы и от учащихся, и от их родителей, потому что тема такая очень важная для всех. Пожалуйста, в чат можете писать свои вопросы. И сейчас, я знаю, у нас уже есть вопросы от гимназии на 14-й гимназии уже хочется спросить. Это наша белорусско-молная гимназия, поэтому вопросы будут на белорусском языке. У нас ставница Долбик Алла Анатольевна, и вас витает 14-я гимназия, якая объедная прихильника у химии не только нашей гимназии, а и оборудшую усих установ заводского района у рамках нашего межшкольного факультета. А наше питание, Жанне Анатольевне, такое. И перспективно у Беларуси фармацевтичная макерона, какие ВНУ и факультеты рыхтуют специалистов, и как они працу лотковуюся? Такой вот вопрос по, скажем так, по моему профилю непосредственно. Значит, что касается фармацевтической деятельности, я сразу хочу обратить внимание, что химический факультет готовит фармацевтов, которые производят фармацевтические субстанции, и мы работаем на производствах. Ребята наши очень востребованы, и даже честно вам скажу, что каждый год у нас остается определенное количество заявок, и студентов мы выпускаем меньше, чем необходимо даже нашим предприятиям. То есть у нас очень востребованы фармацевты, но еще раз обращаю ваше внимание, что поскольку мы готовим химиков-универсалов, то предприятия фармацевтической отрасли берут ребят и других направлений. Ну и также обращаю внимание, что у нас есть такое направление, как химия лекарственных соединений, это тоже ребята, которые ориентированы на фармацевтический такой вот сектор. Что касается других учреждений образования, то тут еще можно увидеть фармацевтов, которые готовят университеты медицинской направленности. И там преимущественно такой акцент идет на работу в аптеках, это провизоры. И вот наши студенты провизорами работать не могут, но зато наши больше востребованы на производстве лекарственных средств. Спасибо огромное. Еще вопросы будут у 14-го гимназии? Спасибо. У нас есть вопрос в чате. Да, есть вопрос в чате. Жанна Анатольевна, каковы перспективы профессионального развития после отращения бюджета? Вы уже видели, какие разнообразные сферы и какие направления распределяются наши студенты. И в зависимости от того направления, которое они выбирают в своем профессиональном дальнейшем пути, у них по-разному и появляются возможности. Несомненно, всегда есть, скажем так, если мы говорим сегодня о профессии исследователя, вот такой химикоисследователя, то, естественно, путь традиционно выстраивается. Либо занятие такой чистой наукой, и тогда у нас первая должность – это стажер младшего научного сотрудника, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий. Ну и зав. лаборатория уже переход в такую административную сферу. Потом, естественно, возможность себя реализовать, скажем так, в академической сфере. И защищая диссертации, сначала кандидатскую стать кандидатом наук, докторскую – доктором наук. И второй путь – это путь преподавания. Чаще всего преподаватели совмещают и занятия наукой, и преподавание, а там у нас получается такой карьерный рост, это доцент и профессор. Поэтому, постоянно работая над собой, ты имеешь новые такие точки, к чему необходимо стремиться, куда двигаться. Даже просто работая химиком и преподавателем, мы постоянно проходим повышение квалификации, дополнительные какие-то в себе открываем возможности. Учимся всю жизнь, и вас тоже на это ориентируем. Спасибо огромное. 19-я гимназия очень хочет задать вопрос. Здравствуйте, меня зовут Алина Русак, и я учащийся гимназий номер 19. Очень приятно было вас слушать, Анна Анатольевна. И, в общем, мы знаем, что на химическом факультете БГУ проводятся дни карьеры, и студенты могут на этих днях карьеры встретиться с представителями различных предприятий. И нам очень интересно, а можем ли мы, гимназисты, также присоединиться к этому движению и пообщаться с представителями из данных предприятий. А также тоже есть еще второй вопрос. Будут ли какие-нибудь активности, на которых мы можем поучаствовать онлайн, потому что в данное время ковидное довольно сложно участвовать где-то оффлайн. Спасибо большое за вопрос. Тут как раз есть такие два направления. Это дни карьеры, в рамках которых мы связываемся с работодателями. Раньше они приходили к нам на химический факультет. Вот уже два года мы проводим онлайн дни карьеры. И вот они у нас проходили в ноябре. Более 20 организаций выходило на встречу с нашими студентами. Мы это делали в разные дни, по три работодателя в день. Поэтому, чтобы каждый мог выбрать, в какое время ему удобно зайти. И, скажем так, ближайшие дни карьеры, которые у нас будут в ноябре, мы будем уже стараться их сделать в доступе не только нашим студентам, но и школьникам, которые планируют к нам поступать. А второе направление, о котором я рассказывала, Shadow Day, оно позволяет нам прийти на площадку наших работодателей. Вот из пяти ссылочек средних в ВК это Shadow Day BSU. Вы туда зайдите, посмотрите, где мы уже были. Все люди, которые там есть у нас на фотографиях или вот на ссылочках, которые есть в этих постах, они готовы поделиться своими впечатлениями, рассказать вам о том, что они увидели на этих предприятиях. А в феврале у нас уже будет следующий этап Shadow Day для школьников, и вы сможете зарегистрироваться, поскольку обычно желающих больше, чем мы можем пригласить к себе. Такой небольшой конкурсный отбор идет, и ребята приходят к нам, на нашу территорию, приходят на химфак, в научных лабораториях проводят день и примеряют на себя эту профессию. Большое спасибо, Жанна. У нас еще есть вопрос от нашей гимназии, от моей доказательницы Даши. Здравствуйте, Жанна Анатольевна. Меня зовут Даша, я хотела бы вам задать такой вопрос. Наша гимназия известна как экологическая, и за годы обучения мне стали очень близки темы экологичности и устойчивого развития. Если я стану студенткой химического факультета БГУ, смогу ли я дальше развиваться в этой сфере на базе учреждения? Спасибо большое. Встреча у нас задумывалась такая не очень длинная, поэтому я старалась сжато все рассказать. Но вы как раз открыли такое направление, которым как раз и я занимаюсь. У нас раньше существовала отдельная специальность охраны окружающей среды, химия охраны окружающей среды. Но с некоторых пор, вот в этом году мы выпускаем ребят, и уже больше не было отдельного набора, потому что каждая специальность при обучении сейчас предполагает изучение экологии на серьезном уровне. У нас есть такая вот уникальная возможность именно у студентов химического факультета пройти обучение по курсу «Зеленая химия». И в Беларуси только мы вручаем такие сертификаты, это очень востребованное в мире направление. Также именно на химическом факультете мы были когда-то инициаторами, теперь в БГУ проходит международный студенческий экологический конгресс ежегодно. И одна из секций этого конгресса, она школьная секция, мы стараемся информацию о возможности участия распространять по школам. И у нас уже три года школьники участвуют в этом конгрессе, делают доклады на интересующие их темы исследования, которые они проводят. Поэтому мы вас тоже с удовольствием приглашаем. Я сейчас постараюсь даже скинуть ссылочку в чат на группу, где объединяются ребята, которые занимаются экологией. Ну и, несомненно, ряд научных исследований экологической направленности проводят студенты и наши сотрудники. И тоже на студенческой конференции доклады делаются нашими студентами. Ну и на научных конференциях постоянно вопросы экологии занимают. Серьезное внимание уделяется, поэтому занимают определенную долю докладов. Спасибо большое. Спасибо большое. Жанна Анатольевна, есть вопрос в чате? Ну, читаю, как написано. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Вместе газовая сфера используется химический комплект в РУД? Так, несомненно, когда речь идет о химической переработке нефти, химики – востребованные специалисты. Не каждый год, но регулярно наши выпускники обновляют штат Белни-Пи, в Гомеле у нас нефтеперерабатывающих, как раз концерн недавно нашего выпускника обрал по распределению. Ну и на всех предприятиях, несомненно, работают наши выпускники. Спасибо огромное. Жанна Анатольевна, огромное еще раз спасибо, что вы сегодня смогли уделить нам время за актуальную подробную информацию, за ответы на вопросы. Но я думаю, что мы еще будем встречаться на подобном формате мероприятия. Спасибо. Да, ну контактная информация моя тоже есть, можно в чате скопировать. Да, и в чате также все ссылочки, пожалуйста, смотрите, проходите. Жанна Анатольевна всегда оставляет все материалы для работы. Итак, продолжим. Когда вы уже определились с выбором профессии, вуза, специальности, остается ни много ни мало. Успешно сдать вступительные испытания. О том, как готовиться к поступлению, расскажет наш следующий спикер. Это доцент кафедры неорганической химии, химфака БГУ, учитель химии лицея БГУ, кандидат химических наук, доцент Вадим Эдвардович Матулис. Добрый вечер. Ну, вы совершенно правы, для того, чтобы стать исследователем, все-таки необходимо учиться в университете. Вот. Для этого надо сначала туда поступить. Ну, я немножечко расскажу, как это можно сделать. Ну, как вы видите на следующем слайде, наиболее частые, так сказать, два традиционных наиболее способа поступления в университет, это либо по итогам республиканской олимпиады, для этого нужно на заключительном этапе завоевать диплом первой, второй или третьей ступени, либо успешно сдать централизованное тестирование. Что касается республиканской олимпиады, то здесь подготовиться надо, что называется, с малых лет. Вот. Основное, что я хотел бы сказать, что тут, конечно, надо знать химию гораздо шире школьной программы. Кроме того, на республиканской олимпиаде есть практический тур. Здесь тоже требуется специальная подготовка, то есть надо иметь возможность проводить эксперименты. Ну и чтобы показать, что действительно выше школьной программы, требуется знание для успешного выступления на республиканской олимпиаде, здесь у меня приведен фрагмент решения задачи третьего этапа олимпиады этого года. Ну, как видите, для опытного химика-органика, он скажет, что это классический курс органической химии, но это все же университетский курс. В школьной программе изучают разве что последнюю реакцию, это гидротация. Что касается централизованного тестирования, то здесь все немножко проще. Во-первых, централизованное тестирование составляется по школьной программе, во-вторых, существует четкая спецификация теста, ее можно найти на сайте Республиканского института контроля знаний. Вот, например, по химии в этом году, я надеюсь, вы видите, что тест содержит в части А 28 заданий, в части Б 16 заданий. Причем вот видите, что неорганическая и органическая химия неравноценно распределены, 73% заданий по неорганической химии, только 27% по органической. То есть можно даже посмотреть, на что делать упор. Вот, правда, остальное в спецификации дано очень в общем, поэтому не сильно вам поможет, например, если вы захотите узнать, какие конкретно свойства вам необходимо знать, допустим, органических веществ, то листая спецификацию, ну вот что мы тут сможем с вами увидеть, что, например, в случае органических веществ написано, физические и химические свойства получения, и все. А какие конкретно, мне очень понятно. Ну, в принципе, это и не требуется, поскольку для... Мы знаем, что централизованное тестирование составляется по школьной программе, ну, а конкретно по программе вступительных испытаний. Программу вступительных испытаний, ее легко найти на сайте Министерства образования. Вот, пожалуйста, на этот год, она ведь утверждена, в ноябре было. И, например, вот мы, ну, допустим, к примеру, нас интересует, что нам надо знать по химии бензола. Вот мы открываем, видите, арены, вот, и видим, что из химических свойств бензола нам необходимо знать лишь реакции замещения, это галлокинирование, нитрование и гидрирование. Всего три реакции нужно знать. То есть, видите, вот алкилирование всякие, ацелирование некоторые вот изучают, но это все полезно изучать, чтобы стать химиком-исследователем. Это вам, конечно же, все очень понадобится, но в централизованном тестировании подобных заданий не будет, которые подразумевают знания этих реакций. Вот, это что касается, чтобы определиться с размером материала, который нужно изучать. Ну, теперь вот я хотел рассказать о частых таких заблуждениях. Вот некоторые говорят, что есть же репетиционное тестирование. Ну, в принципе, достаточно сходить на второй, третий этап, разобрать задания, которые там будут, и, в общем-то, это позволит успешно сдать централизованное тестирование. Но это не совсем так, поскольку вот я привел для сравнения, тоже некоторые задают вопросы, насколько похож третий этап на централизованное тестирование. На самом деле, на этот вопрос может каждый ответить самостоятельно, для этого достаточно взять, сравнить вот третий этап прошлого года и централизованное тестирование. Я несколько заданий взял, вот, например, задание А4 на третьем этапе и задание А4 на централизованном тестировании. Ну, что общего у этих заданий? И то, и то по теме химическая связь. Но дальше, вот если вы будете тренировать исключительно задание А4, то для того, чтобы его решить, вам необходимо уметь рисовать структурные формулы. Ну, например, если взять этилена, да, то вам надо нарисовать структурную формулу его. Тут спрашивают, сколько электронов участвует в образовании ковалентных связей. Ну, известно, что в образовании ковалентной связи каждый участвует по два электрона. Тогда два электрона здесь, два здесь, два здесь, два здесь. Ну, еще два тут и тут. Итого получается, нетрудно посчитать, 12 электродов. Ну, и так далее. Если вы будете подобным же образом разбирать, как сделать это для других молекул, ну, поможет ли это вам на централизованном тестировании? Ведь, смотрите, на централизованном тестировании в этом году вопрос А4 был следующий. Укажите вещество, в котором есть и ионная, и ковалентная полярная связь. Видите, хоть по теме химическая связь, но совсем не похожа на вопрос А4 в репетиционном тестировании. Ну, уже ответим мы на него. Правильный ответ это 3. Вот, потому что ковалентная связь, как мы знаем, образуется между атомами и металлов. Вот, а ионная связь будет между формиатонеоном и ионом калия. Вот тут будет связь ионная. Вот, то есть вывод какой? Что просто разбирать задания, которые были на втором и третьем этапе тестирования репетиционного, это хорошо. Но не факт, что в централизованном тестировании по этой же теме будет именно очень похожий вопрос. Вам на самом деле нужно не конкретно решать, научиться вопрос А4, а хорошо изучить тему химическая связь. И не только ковалентную, но и ионную, и все, что изучается по школьной программе. То же самое касается вопроса А16. Видите, в репетиционном тестировании и в централизованном эти вопросы объединяют лишь то, что и там, и там вопрос по теме металлов. Ну, если в первом случае надо определить, в каком случае выделяется водород, а во втором там совсем другие превращения, опять же надо изучать химические свойства металлов, ну, все, которые изучаются в школьной программе хорошо, а не конкретно узнать цинк, с чем выделяет водород. То есть нужно готовиться как-то специально, не только решая репетиционное тестирование. Ну, мы уже сказали, что, в общем-то, централизованное тестирование опирается на школьную программу. Существует множество книжек всевозможных для подготовки. Ну, я расскажу, что в лицее БГУ мы, например, пошли путем создания электронных ресурсов. Вот. У нас существует такой интернет-магазин лицея БГУ, где эти электронные ресурсы можно приобрести. Они там и по химии есть, и по математике, и по другим предметам. Ну, вот если показать по химии, что содержит этот электронный ресурс, я вот сейчас зайду на него и включу сразу, переключусь к роли студента. Это то, что вы будете видеть, потому что я администратор этого ресурса. Вот видите, он включает в себя различные темы, и теоретический материал, и тесты тренировочные, и есть тесты уже в форме централизованного тестирования, это такой заключительный этап тренировки. Вот. Ну, например, если теоретический материал, вот тема химическая связь, которую мы сравнивали в ЦТ и РТ, можно открыть, посмотреть, ну, что здесь есть. Очень много всего, вот если посмотреть, много всевозможных слайдов. Вот. Есть и типы химической связи, вот можно быстро изучить теорию, можно попробовать выполнить задание, вот определить типы. Если вы это сделаете, то видите, на вопрос, который был в централизованном тестировании, вы без труда ответите. Вот. Ну и так далее. Вот. Кроме самих материалов теоретических, есть и тесты тренировочные, ну, вы, например, изучив теоретический материал, можете выполнить соответствующий тест, вот по теме той же химической связи, потренироваться, посмотреть, насколько хорошо вы эту тему усвоили, вот. По окончании теста вам и результат дадут, и правильные ответы укажут, вот. Кроме того, ну, если брать уже заключительный этап, когда вы уже изучили все разделы химии, вы можете тренироваться, решать централизованное тестирование, ну, вот, например, какой-нибудь из вариантов, нажать, вот. Вот. Это не централизованное тестирование, это не копия книжек, конечно, которые выпускает Республиканский институт контроля знаний, это нами составленные варианты, вот, на основе того, что предлагалось в разные годы на репетиционных и централизованном тестировании. Ну, вот, например, если взять по теме химическая связь, ну, тут, вот, например, вопрос седьмой, видите, тут дан ряд веществ, только ионные связи имеются в веществах. Ну, видите, созвучен он с тем, что мы смотрели по теме химических связей. Ну, если здесь тоже выполнить этот тест, то вы тоже увидите, и сколько вы баллов набрали, ну, я не отвечал, поэтому у меня ноль баллов, к сожалению, вот, видите, все неправильно, все красное тут, вот. Но зато я могу посмотреть потом, если бы я отвечал, какие ответы все же правильные на поставленные мной вопросы, то есть там был бы разбор всех ответов, и я мог бы разобрать соответствующие варианты в теории, соответствующие темы. Вот, что касается подготовки к поступлению, ну, и, в принципе, на этом я, наверное, завершу, потому что, мне кажется, более интересно было бы, если бы вы задали вопросы, я вам подробнее тогда бы рассказал, ответил на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо огромное, Вадим Эдвардович. Я вижу, вопросы уже есть. 19-я гимназия города Минска. Пожалуйста. Здравствуйте, Вадим Эдвардович, меня зовут Мостин Костя, и у меня там такой вопрос. В наше время стало очень модно учиться онлайн, и считаете ли вы, что химию можно выучить, но не выходя из дома? Вы знаете, хороший вопрос. На самом деле, вот у нас в лицее БГУ тоже во время, когда появилась, происходила первая волна коронавируса, мы достаточно много онлайн занимались. Вы знаете, здесь есть как положительные, так и отрицательные моменты. Что касается положительных моментов, это, безусловно, то, что занятия без труда можно записать, причем я свои занятия записываю даже не полностью, чтобы во время того, когда класс решает задачу, все не просиживали, я эти места вырезаю, и потом разместить, и кто не понял с первого раза, может дома всегда пересмотреть, просмотреть, послушать, или кто по каким-то причинам отсутствовал, это, конечно, преимущество, безусловно, онлайн занятия. Но есть недостаток, недостаток заключается в том, что он требует от школьников серьезной самоорганизации, потому что, когда занятия происходят онлайн, учитель не видит глаза всех школьников, и чем они в это время занимаются. Некоторые честно говорили, что вы знаете, мы не всегда внимательно слушали на онлайн занятиях, и они прошли поэтому несколько мимо. Поэтому здесь вот такой вот момент, недостаток определенный есть. Что касается химии, то, конечно, химию онлайн вообще невозможно изучать, потому что химия – это не только теория, но и выполнение каких-то опытов и экспериментов, которые онлайн никак не сделаешь. Здесь нужно брать руками конкретные вещества, растворы, смешивать. Это никак не сделаешь онлайн. Спасибо за вас. Спасибо. Спасибо огромное. Еще вопросы. Вопросов на самом деле было очень много. Наверное, уже многие участники передумали. Наверное, вы уже ответили на большинство их вопросов, потому что действительно очень много показано вариантов, очень много показано способов, как можно готовиться к ЦТ, как можно индивидуально, как можно с использованием электронных образовательных ресурсов. Но, конечно же, ничто не заменит и действительно взаимодействие с преподавателем и вживую, и работу в химической лаборатории. Огромное спасибо, Вадим Адвердович. У нас уже время, мы даже немножечко больше тратим на нашу сегодняшнюю встречу, но с нами все еще очень много участников. Спасибо огромное, что нашли время. Спасибо. Ну, а я хочу пожелать нашим участникам успешно все-таки сдать вступительные испытания. И это будет таким первым шагом на пути к тому, чтобы стать настоящим исследователем. Спасибо. Спасибо огромное. А я хочу обратиться сейчас и к учителям, и хочу сказать, что чтобы более эффективно вы могли готовить учащихся к жизни и их будущей профессиональной деятельности, мы приглашаем всех педагогических работников принять участие в плановом обучении на платной основе по теме «Психологические и методические аспекты формирования функциональной грамотности учащихся в условиях цифровизации образования». Эти курсы состоятся 1-2 февраля, всего два дня этого года. Они будут на платформе Zoom онлайн. Ссылочку, вернее, даже сразу официальное письмо Геро вы можете найти в чате, она уже размещена. И можете скачать это письмо из чата. Конечно же, оно будет еще рассылаться по управлению образованием, но лучше, если вы сейчас сразу с ним ознакомитесь. Собственно говоря, просим вас ответить на вопросы и оставить свои пожелания, предложения для организаторов, для спикеров встречи. И сразу хочу сказать, что мы вас приглашаем на нашу февральскую профсвечу онлайн, которая будет посвящена химикам в производстве. И мы пришлем приглашение по электронной почте, которую вы можете указать в этой анкете. Благодарим вас за проявленный интерес, активное участие, особенно на нашей площадке, ребят, которые готовили вкусные вопросы. Благодарим за участие в мероприятии, организованном кафедрой психологии и предметных методик МГЕРО, при участии естественно-научного клуба «Профиль ПРО» средней школы номер 86 города Минска, и стажеров кафедры, модераторов площадок Молотковской средней школы Пинского района, гимназии номер 19 города Минска, гимназии номер 14 города Минска. Спасибо всем огромное. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok